всем привет это канал и органов life меня зовут иван ребята я обладатель черной машины а черный цвет и это беда беда в каком плане все видно вся грязь вся пыль вся царапина все царапины прям все это беда давайте разберемся чего это появляется царапины как от них избавиться и почему это плохо вот у меня есть капот обратите внимание темного цвета как раз про который я говорю что на темном цвете все это видно на светлой машине такого нету и что получается получается что когда вы моете машину тряпочкой вы контактируете с лакокрасочным покрытием а соответственно вот так 3 3 3 3 3 и получается что у вас царапины по всему кузову вот сейчас солнышко даже не сильно но тем не менее смотрите солнышко а вокруг него ореолы вот эти царапины это и есть та беда соответственно в внешний вид хуже царапки издалека машина кажется мутной и достаточно старый если отполировать ребята я вам скажу значительно значительно внешний вид улучшается в каком плане машина свежее она красивее нету этих царапин и еще одним бонусом дополнительно когда вода дождевая или еще просто попадает на лакокрасочное покрытие вашего автомобиля после полировки вода просто скатывается бульк и все в разные стороны растекается и не остается много не остается разводов они все равно немножко будут да без этого никуда еще не придумали что-то совершенно но тем не менее вот сейчас солнышко посильнее заметьте видите эти все разводы царапины микро царапин поэтому ребята сейчас проведем эксперимент есть капот темный ставят такой уже весь затертый зашорканный разделим его на три зоны первая зона вторая третья в первой зоне мы отполируем машинкой как обычно это делается по стандартной процедуре вторую зону мы оставим какие чтобы можно было сравнить этот вариант с этим с тем как есть а третье мы сделаем то же самое как с первым с машинкой только отполируем вручную без применения электричества без применения механических всяких электрических устройств для чего а для того чтобы узнать можно ли машина отполировать вручную сколько займет это времени вот смотрите сейчас солнышко поменьше царапки тоже видны вся затертая и она просто мутная запоминайте эти кадры вы увидите как поменяется в лучшую сторону внешний вид этого капота да вы скажете ребята вот что там совсем сдурели этот капот выкидывать а вы будете его полировать но это вам видео урок как обучающее видео что можно сделать как в какой последовательности и что из этого получится но сейчас приступим подготовили три зоны 1 2 3 смотрите везде все одинаково никакой предварительной обработки нигде не делали все эксперимент эксперимент таким образом остается чистым первую зону мы полировали машинкой будем шкурить вторую оставляем как есть а третью будем вручную сейчас зону 1 и зону 3 которые будем полировать замываем наждачкой двухтысячной вот такая градуировка 2000 с водичкой убираем царапины вот эти мелкие риски а вот и и двухтысячные наждачкой зашкурили теперь будем вот таким кругом абразивным это трехтысячный и называется трезак теперь будем шкурить и замывать таким образом мы будем убирать риску после двухтысячной наждачки то есть риска у нас будет еще меньше вот ребята что получилось после того как мы замыли наши поверхности это у нас третья под руку то есть рукой будем полировать это вторая как и было на машине здесь вида до матовая вроде как гладенькая ну матовая а здесь гладенькая меньше матовости но много риски которая блестит и вот тоже такая же матовая как первое как и в третьем случае сразу предупреждаю ребята все это надо делать не на солнце по-хорошему если вы будете полностью машину полировать а закрытом каком-то помещении чтобы не ветер никакой не песок ничто не залетел если будете делать это все на улице чуть-чуть ветер подул поднял пыль вместе с песком попал вас под это под наждачку и вы таких тут царапин наделать и чтоб мама дорогая что только сделайте хуже поэтому лучше не на солнце почему не на солнце потому что чтобы поверхность не нагревалась раз потом полироль моментально не застывала который превращается в камень в камень превращается и получается что опять грубо говоря будете наносить царапины риски крупные риски крупные царапины на свой автомобиль на лакокрасочное покрытие поэтому пожалуйста не на улице и не на солнце это рекомендации конечно и почему я делаю сейчас на суду на улице для того чтобы вы видели контраст то есть как было как становится а плюс у меня поверхности очень маленький они не успевают не высохнуть не шибко нагреться и я слежу за тем чтобы песок не попал на улице в принципе штиль и так сейчас берем полировальную машинку начинаем здесь а здесь будем вручную поехали вот ребята отполировали машинкой промежуточный результат я вам показываю пока что все замечательно вторая зона у нас остается такой же как и было мы с ней ничего не делаем это родная третье у нас матовая это сейчас будем полировать вручную поехали и вот какой результат получается если все это сделать вручную то есть не машинкой полировали а вручную и так ребята вот что получилось первая зона вторая зона и третья область сейчас оторвем скотч и увидим контраст как что и почему вот ребята что получилось убрали скотч а теперь смотрите первая область контур видно или нет границы не здесь будем сравнивать а вот двоечку и единичку смотрите как играет первое глянец немножко риска есть не спорю на 2 что творится прям паутина дальше идем на третье тоже риска есть но вместе и так какие ребята выводы просто обычные выводы то есть если ничего не делать оставлять автомобиль как вы ездите у вас второй вариант это бюджетный экономичные вообще без затратные не по временем не по усилиям не по финансам первый первый хорошо идеально получился при том что и это скажем так на скорую руку просто показать как получается смотрите как отражается облако солнцем и как здесь мутно а в 3 опять замечательно про первый вариант что вам необходимо будет наждачки время немного и полировальная машинка вместе с полировальной посты а на третьем варианте надо время силы нервы сила воли и пар для полировальная паста все будет обалденный солнце скрылось током теперь не могу показать хотя знаете что здесь тоже есть какой-то плюс в этом потому что мутность сейчас вы можете увидеть мутность я думаю можете увидеть вот смотрите играет играет глянец а потом опять паутина так вот еще граница прям там жесткая видно но суть ребята не в этом вы все это поняли я вам скажу это такое ощущение как его типу полировал как будто был челлендж какой вариант лучше без денег с полиральной машинкой или просто руками вот прям как самое популярное сейчас на ютюбе развлечения челлендж а теперь посмотрите как скатывается вода с полированной поверхности то есть она можно сказать вообще не прилипает а вот так как было здесь превращается большие капли и капли стекают по сравнению и на 3 также полированную просто большими капельками соответственно чем меньше капель у вас на поверхности авто тем меньше разводов по сравнению вот с цифрой 2 там где мы вообще ничего не делали и так одни плюсы плюс внешний вид плюс не собирается грязь дополнительно ну а ребята я говорю вам пока с вами был иван канал юрганов live какой вариант вам выбрать но лучше выберите в любом случае вы каким-то воспользуйтесь даже если ничего не будете делать это ваш второй вариант если тихо есть не хотите более-менее бюджетно то можете сами но не забывайте что делать это в помещении даже если вы будете это делать на солнце ребят я вам скажу так вы умрете я он весь скажем так вспотел поэтому надо было делать в помещении ладно и 1 полировальная машинка вам в помощь время терпение финансы и у вас автомобиль будет как новый и так иван канал юрганов live вы подписались видео понравилось ставьте лайки комментарии а я говорю пока пока и